Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это специальный выпуск программы «Такой день». Сегодня мы рассказываем вам, как Белгородская область встречает особую для всех нас дату – 12 июля, день Прохоровского поля. Но начнем с оперативной информации. Накануне в результате атаки и формирования киевского режима были ранены пять детей. В Шебекино во двор многоквартирного дома ВСУ целенаправленно сбросили с беспилотника взрывное устройство. В тот момент на площадке находились ребята, одному из которых всего 8 лет. Вчера были доставлены бригадами скорой помощи пятеро детей из Шебекинского района с различной степенью тяжести минно-взрывными травмами. Дети поступили сразу в отделение реанимации. Двоим было проведено оперативное вмешательство. На сегодняшний день трое детей находятся на лечении у нас. Один ребенок переведен в российскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами российской детской клинической больницы. Лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РТКБ. Ребенок первые сутки после оперативного вмешательства. Состояние его тяжелое. Прогностически пока будет неверно делать какие-то выводы. Сегодня ребят навестил Вячеслав Гладков. Пообщался с подростками, чье состояние стабильно и с родителями. Глава региона отметил, врачи, которые сейчас борются за здоровье пострадавших, за прошедшие два года получили хороший опыт. Необходимые лекарственные препараты тоже есть. Продолжаем. Сегодня в нашей области особенный день. День памяти, день беспримерной силы и, наверное, день безусловной веры. 12 июля 1943 на Прохоровской земле, на третьем ратном поле России, наши войны изменили ход истории. Танковое сражение, которое впоследствии назовут крупнейшим Великой Отечественной, остановило продвижение фашистской армии. В битве сошлись больше тысячи танков и артиллерийских установок, а также авиация. Столкновение нечеловеческих возможностей. Когда внизу от накала инистового напряжения плавилась сталь и земля. В небе шли воздушные бои. Битва стратегий, исход которой определила сила духа советских солдат. План наступления цитадель, разработанный командованием вермахта, был сорван. В том сражении мы понесли огромные потери, но оно стало поворотным моментом, который обозначил начало продвижения советской армии. Освобождение нашей страны от захватчиков, который открыл путь к Великой Победе. В особую для каждого из нас дату главные события по традиции разворачиваются на третьем ратном поле. В месте величайшего танкового сражения. В нынешнем году, как и в прошлом, из-за напряженной оперативной обстановки в регионе массовые торжества решили не проводить. Но, несмотря на это, благодарность за свободную жизнь приводит к белоснежной звоннице внуков и правнуков Победы. Именно на третьем ратном поле жесточенный натиск гитлеровских войск разбился о мужество и стойкость советских солдат, которые показали всему миру, что значит русский дух, не сломленный, непобедимый. С тех пор 12 июля 1943 года стало не только переломным днем в истории Великой Отечественной, но и поистине народной датой для потомков героев. 81-го годовщину легендарного танкового сражения почетные гости вместе с представителями регионального правительства, депутатского корпуса, духовенства возложили цветы главному памятнику Победы в Прохоровке, а также монументом полководцев. Обращаясь к событиям прошлого, спикер регионального парламента Юрий Клипиков подчеркнул, выстоять тогда помогла любовь к родине, дому, семье и то единение, с которым можно преодолеть любые трудности. Эту эстафету памяти важно передавать из поколения в поколение. Когда проходили эти страшные события 81 год назад, конечно, точно так жили люди, точно так они любили, радовались каждому дню. И мы сегодня понимаем о том, что насколько хрупок мир. К сожалению, фашизм сегодня возрождается. И те трагические события, которые происходят у нас каждый день, мы понимаем звериную сущность нацизма. И мы понимаем, что история – это в первую очередь база для того, чтобы строить будущее. В числе тех, кто посчитал своим долгом почтить память героев тех времен, и наш гость из Белоруссии Алексей Талай. Паралимпиец, который сам пострадал от смены времен Великой Отечественной. Он уже много лет помогает детям Донбасса. С начала СВО дружественные отношения связали его и с нашей областью. Мы обязательно будем продолжать миссию благотворительную белорусского народа здесь, где пока еще не легко, где еще, так сказать, льется в том числе детская кровь. Повторюсь, это недопустимо. И поэтому весь наш народ, союзное государство, мы мобилизованы. Белорусы с вами. Мы уже здесь третий год. Мы привозим и гуманитарные грузы, мы посещаем госпиталя. Сегодня же утром в Прохоровке в храме святых апостолов Петра и Павла провели божественную литургию. Ее возглавил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Храм-памятник построили на народные средства. На его стенах мраморные плиты с именами ушедших в вечность, как напоминание о подвиге нашего народа. Месяц назад храм атаковал вражеский беспилотник. Взрыв повредил кровлю и декоративные элементы. И вот за такой короткий срок усилиями правительства и предпринимательского сообщества храм удалось полностью восстановить. Для замены повреждения более 7 тонн материалов подняли на высоту в 35 метров. В рекордно короткие сроки специально был отлит кирпич, чтобы он не отличался от того, из которого построили основную конструкцию. Искали каменщика, который сможет сохранить первоначальные сложные архитектурные формы и оригинальные решения. Медную крышу, 7 кокошников и изразцы отреставрировали всего за месяц. В результате духовной святыне удалось вернуть изначальный облик. Сегодня мы радуемся тому, что это тоже победа. Победа жизни над смертью. Победа торжества нашей веры в то, что Россия устоит и уврачует все раны. Как мы уврачевали эти раны на храме святых первоироковных апостолов Петра и Павла. На самом деле он же один из самых красивейших храмов Белгородщины. Очень много туристов приезжает и отмечают, конечно, что необычное построение, постройки храма и очень красивый. Мы, конечно, были очень расстроены, когда наш такой красивый храм был поврежден. Ну, слава Богу! Я тоже думаю, что это чудо, опять же, не без участия Господа Бога. Это все его воля, все, что получилось, все, что восстановилось потом. Потому что сколько бы ни делали вреда и зла, все это исправится, все вернется на круги своя, все будет так, как нужно. Если будешь делать зло, все равно добро победит. И вот она победила здесь у нас, на нашем Прохоровском поле. Представители правительства региона, глава Белгородской митрополии, а также Алексей Талай возложили цветы к памятнику патриарху Московскому всей Руси Алексию II, который освящал Прохоровский храм Петра и Павла в день его открытия. Символическим жестом в знак дружбы между россиянами и белорусами стал перезвон колокола братских народов. Сегодня же на Прохоровской земле дали старт всенародной акции «Живая память благодарных поколений». Автор идеи Алексей Талай. Главная цель – собрать советские монеты, которые потом переплавят в памятник, посвященный 80-летию Победы Великой Отечественной. Его отольют уже в следующем году. Это будет солдатское письмо-треугольник и дерево, символизирующее память потомков. Установят монумент на Поклонной горе в Москве. Открытие запланировано на 9 мая 2025-го. Колбу для сбора поставили и в музее-заповеднике «Третье ратное поле России» в Прохоровском районе. На старте акции в нашем регионе делегация и сотрудники музея положили монеты, которые войдут в сплав будущего памятника. Свой вклад может сделать и каждый желающий. Большой подвиг складывается из тысячи разных историй. И Прохоровка хранит память о каждой из них. Командир взвода Павел Шпетный вместе со своими бойцами остановил атаку немецких танков. Слово Натальи Войтенко. В Прохоровке меня очень поразило, что такой был бой, какого я, по крайней мере, и в Сталинграде, такого боя я не видела, танковый бой. Казалось, что сама земля вздыбилась. И это было не только ужасно, это была одна, женщина сказала, как в аду. Я в аду не была, поэтому сравнивать с адом я это не могу. Но то, что это было невероятно, это точно. Горело все. Земля, воздух. Но нельзя рассказать словами того, что там было. Потому что, когда машина идет на машину, и вот это вот столкновение, а потом взрыв, да еще пламя, а потом чуть ли не до неба, как говорят, вот это надо видеть. Нельзя это рассказать. Но нельзя человеческими словами это не высказать. Интервью с легендарным санинструктором мы снимали для документального фильма «Позывной. Красная шапочка». Именно по этому второму имени многие спасенные солдаты находили Марию Михайловну Рохлину даже спустя много лет после войны. В Великую Отечественную она шагнула, едва получив школьный аттестат. Спасала солдат в Сталинграде и под Прохоровкой. Пройдя всю Европу, встретила победу в Праге. Во время беседы наша героиня рассказала и о подвиге своих однополчан из 95-й гвардейской. Происходило все в нескольких километрах от современной Звоницы. Но чтобы найти ту самую высоту 226,6, пришлось обратиться за помощью к хранителям истории. Это место в излученной реке Псел имело важное стратегическое значение. Здесь отважно сражались воины 95-й гвардейской стрелковой дивизии. На эту высоту стремились выйти танки из состава танковой дивизии СС «Мертвая голова». Стояла задача не пропустить их к дороге Прохоровка-Карташовка. Именно на этом месте располагался взвод ПТР под командованием старшего лейтенанта Павла Ивановича Шпетнова. К тому моменту, когда прославленный командир вместе со своим подразделением остались один на один с врагом, Павлу Шпетному было всего 30. Таким он и шагнул в вечность. Старший лейтенант Павел Иванович Шпетный, командир взвода противотанковых ружей той самой 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1913-м в белорусской деревне к день в рядах Красной Армии с 36-го. На фронте практически с первых дней Великой Отечественной. Летом 41-го вдоволь понюхал пороха в одном из тяжелейших сражений под Смоленском. После были битвы за Москву и Сталинград. Геройский погиб в ожесточенном бою на легендарной высоте 226,6 недалеко от станции Прохоровка. Сегодня это место носит имя Шпетнова. Стоя у кромки зеленеющего поля, даже не подумаешь, какие события здесь разворачивались накануне танкового сражения у станции Прохоровка. И только табличка рядом с сельской дорогой возвращает нас в то страшное лето. В июле 43-го немцы рвались к важной для них высоте неподалеку от хутора Полежаев. Сейчас его уже и нет на карте. Но больше восьми десятков лет назад именно здесь стоял насмерть взвод бронебойщиков, от которого к вечеру 12 июля осталось всего 9 бойцов. Немцы били по красноармейцам прямой наводкой. Об этом подвиге военные корреспонденты расскажут уже после решающей схватки на третьем ратном. Из заметки военного корреспондента 28 июля 1943 года. Когда немецкие танки подошли близко к рубежу, бронебойщики открыли по ним огонь. Так начался поединок героев-гвардейцев с машинами врага. Несколькими выстрелами Салимов, Гульков и Шпетный подожгли три вражеских танка. Однако бой не утихал. Гвардейцы сражались с еще большей яростью, чтобы отомстить врагу за смерть своих боевых товарищей. На позиции двигали нас семь танков. Бронебойщики ценой своей жизни остановили шесть. Последним был сам Павел Иванович. С гранатой в руках он бросился под гусеницы танка. Из приказа о присвоении звания Героя Советского Союза посмертно от 17 июля 1943 года. Танки продолжали еще наступать, явно имея своей целью подавить эту несокрушимую огневую точку. Прижав к груди противотанковые гранаты, товарищ Шпетный ожидал, когда подойдет ненавистный враг. Его остановил взрыв. Так погиб верный своей цели мужественный и скромный командир. Историки до сих пор стараются по крупицам восстановить детали подвига бронебойщиков и самого командира. И вот им удалось раскрыть еще одну тайну той далекой войны. Как оказалось, здесь полегли не все бойцы Павла Шпетного, хотя на памятнике высечены их имена. После запросов в ЦАМО получили ответ о том, что двое числятся пропавшими без вести, а один, Оия Карл, продолжил свой боевой путь. Он получил очень тяжелое ранение, но после лечения в госпитале вернулся в строй. У него есть награждения и в последующие годы, например, в 44-м году и уже в послевоенное мирное время. Удивительно, но все эти воины были разных национальностей, но сплотились в борьбе с одним врагом. Русский, татарин, украинец, эстонец под командованием белоруса. Но все они сражались и отстояли нашу землю. Наталья Войтынка, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.